доброе утро друзья понедельник сегодня 26 ноября а это коктейль молотова на рбк петель 11 полякова ну а ну что что сказать надеюсь все уже проснулись отошли от выходных уже готовы к новой рабочей неделе готовы покорять новые вершины на работе или может быть может это в отпуске просто это странно а нет бывает иногда такое психологи говорят что выспаться впрок нельзя и если вы в течение всего рабочего времени спите там всего лишь четыре часа то и в отпуске вам нужно спать по четыре часа но и где теперь эти психологи скажи пожалуйста они наверное отсыпаются да друзья мы с вами будем листать ленту также к нам сегодня придет гость кстати кто сегодня у нас гостях сегодня у нас в гостях дэдпул российский дэдпул может он не русский но российские знаю я знаю что это важно это важно возможно он как на национальности но он россии на наши российские родники да так что я думаю что можно переходить уже к листанию ленты и давай наверно про погоду не будем говорить ой ну давай про погоду раз ты настаиваешь на данный момент минус 4 градуса минимум сегодня минус 8 снежок небольшой вот солнышко светит то есть ясно вы ну да большей части своей до ближе к вечеру уже там снег пойдет хорошо ну что полистаем ленту а давай ксюш у тебя как все нормально да у меня все хорошо мужчина обиделся на больницу которая отказалась сообщить ему как ты думаешь что да я читал данного по будущего ребенка пол его будущего ребенка отказалась сказать да и как ты считаешь вот чего он обиделся новость такая что вот он обиделся его невеста ожидаю чем 2 их совместного ребенка все еще находясь статусе невесты и естественно ему как не родственнику официальному вот этой дамы которых даже родственнику надо передавать на только согласие да ну смотри ты пришел он может сказать поспорил с мужиками может быть если родится парень женюсь не так он так собрался жениться он говорит ты слушаешь то собрался вот кстати это пара на плазме да и обиженный парень да и женщина который не понимает все еще женится на каком ребенке он мне предложение сделает на пятом типа вот вместе с кольцом второго ребенка ему собирается родить а он до сих пор хорошо ну давай тогда про коров поговорим о давай коровы это важно это это наше все швейцарии провели референдум о коровьих рогах казалось бы да нужны другие референдум можно копыта да граждане швейцарии приняли участие в референдуме на котором в том числе решался вопрос о спиливании рогов коровам и козам на фермах референдум прошел воскресенье 25 вопрос о рогах него внес пожилой фермер армин капауль благодаря поддержке общественных движений удалось собрать необходимо 100 тысяч подписей в общем он за то чтобы не против спиливать знаешь почему да у него главный аргумент я всегда говорю своим коровам в стойлах с говорю со своими коровами стоил они попросили меня сделать для них кое-что помочь им сохранить их рога это призыв как будто какой-то партия лдпр знаешь поможем коровам сохранить свои рога очень похожи да и но на самом деле многие говорят что против что ну когда рога и рядом они все находятся коровы ну они там бычьи начинают друг на друга там у кого угас и что у кого больше рога больше рога поэтому они ссорятся хорошо у меня есть видео про норвежского лыжника который начал заранее понимать что он выиграл и он тут же проиграл если раскрылась интригу покажите пожалуйста так вот 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 они торопятся вот вот он торопится очень на работу шапки да вот он сейчас смотрит когда пытаешься прийти раньше начальника смотрит на направо а в это время наш русский его обогнал российский российский и стал победитель а он звучит переживала ну реально же это как когда пытаешься когда опаздываешь когда опаздываешь но если можно еще раз покажите концовку да когда опаздываешь и видишь что начальник тоже опаздывает и ты пытаешься быстрее него быстрее него прийти смотришь так а где начальник сейчас и в какой-то момент понимаешь что ну не получилось все премии тебя лишили а вот начальник а вот поэтому в общем-то начальник так друзья топ-топ-топ-топ-топ мы тихонечко уходим на рекламу новая жизнь для любимых вещей ателье по ремонту чемоданов сумок и обуви леоновы 15 звоните 22 666 22 портал деловых новостей рбк пермь один из лидеров среди бизнес ресурсов города более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц всегда свежие новости актуальная и оперативная информация интуитивно понятный интерфейс партнерский проект рбк плюс рбк пермь помогаем принимать решение не спать коктейль молотова на рбк пермь доброе утро всем ксения полякова ринат садинов программе коктейль молотова на рбк пермь сегодня 26 ноября это понедельник друзья мои просыпается слишком грустно ты это сказал а я на самом деле люблю понедельник а почему-то не разумеет ну нет я правда очень люблю понедельник я всегда рада встречаться с коллегами которых не видела ты впариваешь а сейчас неизвестный пользователь решил пошутить на страницах самой известной в мире онлайн энциклопедии поменяв фотографию американского президента на картинку с непристойным изображением причем несколько раз что за непристойный я так понимаю что я непристойное изображение да 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 то есть человек спрашивает у своего телефона в частности усилий спрашивает дональд трамп и появляется а там тебе тебе они дональд трамп да там тебе грибок потому что его очень это как раз не было помогает новостные порталы потому что воспоминания одной из бывших любовниц трампа как раз после этого в сети его очень часто стали называть именно вот так грибок а какой грусть подосиновик может быть небольшой сказать опенок опенок трампа так давай серьезным новостям фсб сообщила о применении оружия в керченском проливе в отношении кораблей в мс украины фсб сообщила о том что пограничники применили оружие в отношении украинских военных кораблей которые пересекли государственную границу и сообщение центр общественных связей фсб которая поступила в рбк указывается что около 19.00 по москве украинские военные корабли бердянск никополь и яны капу нарушили государственную границу поскольку они не реагировали на требования остановиться и опасно маневрировали по ним был открыт огонь но достаточно много новостей сейчас в порталах так что можете следить на портале рбк приложение можете следить здесь принципе все на киев сообщил порошенко и снбос согласились ввести военное положение на украине из этого хотя вроде бы по новостям судя они сами слушай я следующую новость хочу рассказать про китай как ты на это смотришь слушай я на китай смотрю положительно положительно а вот стефана габана стефана стефана габана его настигла возмездие знаешь вот вот эта история теперь он будет ходить в китайских шмотках вот уже у них в абибасе дольче габана собирались устроить показ в китае так а перед этим они выложили в сети ролик на котором очень красивая китайская девушка с палочками итальянскую еду и у нее не получается ну понятно палочками съесть багет с сыром достаточно сложно то есть и тут же конечно же дольче габана обвинили в расизме сказав что что это такое что вы думаете китайцы не умеют есть итальянскую еду что обязательно они пиццу будут есть палочками в общем тут же ролик пропал из интернета там же было что я возвращаюсь к этому а дальше скрылась переписка в сети где господин габану назвал китайцев да он назвал у нас даже не может сказать далее цитаты да да и далее цитата у нас есть кстати фотография вот из их вот видишь там еще вот вот таких как каши да 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 он сказал что подожди я процитирую прям процитирую как он назвал он сказал что на английском что-то там даты страной дерьма он назвал ой ты сказала сказала да страна дерьма китайцев невежественный это я цитирую а невежественный грязный вонючий мафии вот ты представляешь я думаю что теперь тут же запретили все шмотки дольче габана поэтому на рынках теперь не будет до поддельного поддельного габана кстати владельцы этого лейбла тут же извинились сказали что их аккаунт взломали и что это не они скорее всего такие это самая-самая простая отмазка мне кажется взломали это не мы это какие-то другие сейчас на экране тоже будем не мы потому что пермские новости прямо сейчас по факту суицида подростка в березняках возбуждено уголовное дело статья доведения до самого убийства мусор под контролем стоимость вывоза твердых коммунальных отходов для жителей не изменится обещание позвучало в стенах зак собрания повышение эффективности компании в виде игры новые форматы управления предприятием применили в рамках мэф-2018 новости в рекаме продолжает эфир рбк и антон шибанов здравствуйте уголовное дело по статье доведения до самоубийства возбудили по факту суицида 12-летней школьницы в березняках как подтвердили рбк перим в краевой прокуратуре сейчас проводятся проверки по факту смерти подростка изучается ситуация во всех ведомствах связанных с образованием и опекой возможные причины трагедии в следственном комитете пока не комментируют известно лишь что мать подростка умерла два года назад а отец прибывает местах лишения свободы девочка находилась под опекой родственницы тело школьницы обнаружили 21 ноября в квартире источник близкий к следствию сообщил что девочка оставила предсмертную записку со словами не хочу чтобы было больно отсутствие конкурентов может ухудшить качество работы регионального оператора твердых коммунальных отходов такое мнение выдвинули члены рабочей группы на заседании по реформированию жилищно-коммунального комплекса пермского края все подробности у татьяна александр в рамках обсуждения перехода на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами звучало много вопросов обсуждали тему кассовых разрывов низкую собираемость платы за мусор отсутствие контейнерных площадок их субсидирование с краевого бюджета и качество работ самого регионального оператора мы отслеживаем перемещение всех сил транспорта по углу на gps как уже было сказано отклонение от маршрута является основанием не оплачивать полностью этот маршрут то есть если машина отклонилась от маршрута или не доехала до полигона и только после того как эта машина приехала на полигон и у нас есть соответствующие данные от полигона что она машина туда зашла после этого будет оплачиваться соглашение с региональным оператором заключается сроком на 10 лет согласно этому документу исполнитель обязуется обеспечить сбор транспортировку обработку утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов на территории пермского края по словам заместителя председателя правительства повышение тарифов как в соседних регионах ждать не стоит у нас этого не будет и повышение тарифов пределы там от 300 до 500 процентов как-то действительно было видимо такого у нас тоже не предполагается если посчитать сам тариф 3 миллиарда 800 миллионов рублей с ндс на то что уже непосредственно будут платить это означает что 3800 рублей это стоим одна из целей программы вовлечение твердых коммунальных отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья среди задач сокращения объемов захоронения отходов так концу 2028 года эта доля не должна превышать 87 процентов а возникающие несанкционированные свалки ликвидироваться в полном объеме колебания спроса и цен ограниченность коммуникации ряд иных факторов в таких условиях участники деловой игры японский завод в китае должны были проводить экспортно-импортные операции чтобы повысить эффективность предприятия деловая игра по управлению корпоративной культурой прошла в рамках межрегионального экспортного форума в перми генеральным партнером которого выступила компания уралхим японский завод в китае участники деловой игры решают реальные кейсы условно действуют две команды завод с рабочими топ-менеджментом и предприниматели само взаимодействие происходит на территории трех государств япония это высокотехнологичные системы китай это возможность дешевой сборки скажем быстрого быстро интеграции производства а сша это эмиссия денег то есть там все деньги идут из сша и соответственно задача игроков запустить как можно большее количество денег вот в эти в экспортные и импортные отношения как можно больше объем создать вот внутренней экономики среди участников представители различных по масштабу компании при каме в том числе и тех для кого экспортные отношения повседневная деятельность например менеджеры отделов березняковского азота вошли в привычный для себя руководящий состав но несмотря на и без того богатый опыт даже им игра показалась весьма полезной скорости здесь дается очень маленькое время то есть если у меня у меня на работе большой полноценный день то есть 8 часов здесь дается на день три минуты за три минуты успеть переговоры провести сделать детали вот здесь вот скорость и при этом ты начинаешь быстрее соображать и быстрее начинаешь действовать но игра остается игрой отмечают организаторы в первую очередь она полезна тем что даже самые опытные руководители могут принять здесь более рискованные чем в реальной жизни решения а вы знаете в этой игре скорее всего проявляется результат тех действий которые ты делаешь и при этом на производстве он как-то реально ощутим а в игре понимая что ты в игре это деловая игра еще одна возможность для представителей прикамского бизнеса повысить навыки введения дел за рубежом события прошло в рамках межрегионального экспортного форума в перми в нем приняли участие более трех тысяч человек ведущие российские международные эксперты представители государства бизнеса институтов развития обсудили новые форматы актуальные вопросы развития российского экспорта в том числе механизмы достижения регионами целевых показателей которые были обозначены указом президента россии о национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года пока это все больше новостей на нашем сайте всегда в доступе телефон редакции и разумеется наша электронная почта до встречи доброе утро друзья мы продолжаем у нас в гостях сегодня русский дэдпул казалось бы казалось бы кто же я зашел на инстаграм русского дэдпула и написано что-то танцую кайфую и творю добро ну и в общем то видимо в этих трех направлениях в этих трех направлениях мы поговорим сейчас по-русски да мы с тобой разговариваем сразу привет к русски ушанка да русский атрибут медведь где-то должен и вот должен вместо котам доставать балалайки слушай но рассказывай ты сразу спросим ты ездил на первый канал да зачем совсем недавно зачем если есть рыбака перим ну вот редакторы первый канал написали меня как они тебя нашли также в инстаграме мне просто написали не за 2 502 и 2 подписки а на кого-то подписану когда мы посмотрим на первый канал но нормально видимо учишься танцевать у них давай первый канал ты туда приехал что там передача видели видео такая выходит вот скоро она тоже выйдет сказали до нового года она не вышла она еще не нашли теле я не видели да это скоро все покажут вот то есть там приглашали трех разных персонажей один мужчина который тоже танцевал физрук сам вот и женщина тоже там в халате дома танцевала скинула видео своим друзьям халат видео потом халат понятно почему она могла бы ее друзья скинули как раз ну все в youtube и вот так вот нашли вот такие друзья ну мы не будем говорить выиграл ты или проиграл потому что ну нас интрига наверняка ты подписал какие-то там договоры что нельзя распространяться ну давай когда все это началось и да и почему да когда началось началось все в сентябре до сентября вот меня в 21 августа было день рождения я снимал своем обычном профиле танцевальное видео то есть каждый день я новый стиль выкладывал да такой делал для себя челлендж вызов для себя да смогу ли я сделать 30 стилей и за месяц и ну показать это все людям на получилось да получилось и я показал это все подруге она сказал блин клево у тебя все получается только вертик нужны будет омах себе это где нужен какой-то образ горит я только задумался наград может что-то типа супергероев кого-то я только сразу подумал о дэдпуле потому что ну такой незаезженный персонаж интересный и я тут же заказал костюм или все началось а сколько не обошелся костюм самом деле не он так дорого бабушка не сшила бабушка с которой он живет ладно хорошо а почему именно дэдпул то есть в принципе в танцевальных ну в танцевальных я так понимаю больше всего заезжий человек паукный а ну-хаут он не заезжим он же максимально как минимум большой в нем наверно неудобно будет двигаться дэдпул он просто вот обтягивающий костюм да в нем которым комфортно чувствовать себя давай посмотрим что ты делаешь то есть они никто не знают да что это просто ворвался в гипермаркет семья с музыкой с колонкой тебя не арестовали музыку нет люди даже снимали там продащит это акция колбасы активы не подошли не сказали слушай а ты не можешь нам колбасу также рекламировали более да ты не согласовывал да они не пугают не согласовывал дети наоборот ну если маленький со всем то конечно там кто-то пугается но снова не подходишь маленькой а кто тебя снимал подруга а то есть как подругу зовут и все подруга подруга давай это же наташа меньшинского наташа меньшинского съемка где еще так подобные выступления у тебя случались ну первый раз решил зашел в автобус в автобусе станцевал автобус номер какой 5 то есть это бесплатно даришь удастся а заплатил за честно показываешь так и как отреагировал кондуктор например на это все мужчина вы кондукторы женщина была нормально тренировать весело да здорово не стал собрала бабушка но она очень стеснялась бабушка да почему потому что около нет и полуголы обтягивающие может но ты же в красном это она подумала что все таки ленин вернулся кстати бабушки часто путать вместе листом террориста почему же они непонятно лицо закрыто вроде себя танцевал автобусе прямо заходили бабушки такие ой господи да я наверно трамвае еще где танцевал еще но в гипермаркетах на улице просто собирал у себя в инстаграме людей у у нас есть видео возле центрального рынка у центрального рынка да а где тут шапка другая да решил все-таки более рутую на утеплить и перус слушая не холодно дэдпул не мерзнет скажем так и что это вот это локинг 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 в чем она заключается ну сам по себе стиль такой фанковый уличный то есть там идут фиксы такие определенные замки я могу сегодня все показать вот так и слушай не было ни разу что с тобой начинали там танцевать подходили типа и конечно было тоже супергерои там очень часто хотят сфотографироваться конечно я сначала говорю давайте пару движений сделаем вместе а ты учишь их ну да я прям делал мастер-класс определенный да по хип-хопу на исполнаде то есть вот собралось нам очень много народу на самом деле и я с ними занимался танцами на улице было здорово слушая дэдпул фильм известен ну какими-то жесткими шуточками на самом деле и вот так же шутишь что-то может ну я на самом деле такой добрый дэдпул добрый дэдпул с катанами с двумя сидит ломаешь ты стену 4 вот как он это любит я не знаю там видео ну то есть я кстати ломал машину а я ломал стекло я ломал стекло хорошо так пока что были центральный рынок автобус гипермаркет семья где еще планы какие да где еще вот метро был кстати был к москве заходил метро прочно отреагирует в москве там кстати даже как-то доброжелательнее более адекватно что значит доброжелательнее кто снимает какой канал но если вот допустим в перми как-то знаете вот даже по видео посмотреть люди так даже немного отходят отходят да а там наоборот все подходят и начинают смотреть хлопают а было такое что бывает же такое что на днях на дне города например либо еще где-то на праздниках городских всегда есть женщина или мужчина перебравшие которые тоже начинают танцевать типа батлиться с людьми между собой либо сам собой да вот бывало что к тебе кто-то подходит типа давай я тоже вот могу нет видео видят что силу тут не равны лучше обойдем с кем из других по батлим ся но вы были неадекватные какие-то люди которые подходили но были не трезвые люди но я все равно были доброжелательные и попросили сфотографироваться они очень были веселые они говорили с ними маску не просто держишь свое время тоже думал что к нему подходит доброжелательно сфотографироваться а потом ладно друзья давайте наверное уйдем на небольшую рекламу после чего поговорим дальше с русским дэдпулом посмотрим о фоточке и многое другое коммерческий транспорт форт транзит от 1 миллиона трехсот восьмидесяти четырех тысяч рублей в наличии в альфа гарант два 700 345 портал деловых новостей рбк пермь один из лидеров среди бизнес-ресурсов города более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц всегда свежие новости актуальная и оперативная информация интуитивно понятный интерфейс партнерский проект рбк плюс рбк пермь помогаем принимать решение утро бывает разным а коктейль молотова всегда неугомонный всем приветики друзья у нас в гостях сегодня русский дэдпул и мы продолжаем вот можете посмотреть мы не шутим а слушай а ты же знаешь да почему у дэдпула красный костюм красный костюм потому что переводится как мертвый бассейн поэтому красный мертвый ты нереально не знаешь ты не смотрел не помнишь ну потому что она потому что кровь поэтому я подумал ты так часто танцевал просто и знаешь тебя раньше был белый там все в мозолях все в тем более на рынке в помидорах не слушай а что у тебя планируется какие новые движухи где ты думаешь может тебе нужна какая-то помощь не знаю когда ты не знаю сегодня кстати будет акция я буду раздавать подарки мне будет большой мешок с подарками новогодними буду я на садовом в торговом центре карнавал прошу любите жаловать начинать будем с 12 часов а что за подарки какие-то там музей да вот например там т.шку на елочки новогодние всякие игрушки а это твоя акция то есть сам пошел купил да впереди новый год ты чего-то будешь планировать вот к этому празднику да я сейчас готовлю танцевальный номер очень крутой из нескольких стилей с трюками вот и где это будет происходить потом ну вот хочу где-то в танцевать на корпоративах на елках да и если сколько стоит это все дело сколько стоит напишите в директом договоримся хорошо все будут а ты понимаешь что все будут ждать когда там будет настоящий дэдпул вот из фильма я не помню как у него имя отчество порядка ара райнольдс представляешь ты снимаешь маску и какая-нибудь алифтина геннадьевна из бухгалтерии такая в смысле а где настоящий я платила 700 рублей за корпора думал идет дэдпул не боишься ты такого да нет конечно все сейчас понимают подожди был бы настоящим ну на самом деле большую сумму он выбрал не пять тысяча пять 300 вот это точно давайте попробуем посмотреть что он ждет на корпоративах в этом году многих ну или что-то типа того так а мы танцевать должны да а я думал видео к этому в общем смотри какая-то видимо музыка и давай это ты с ними будешь танцевать нет и давай будешь безоружен да а безоружен обеззоружен чтобы никого шапку можно оставить а в красный бывает дед мороз дед мороз да теперь дэдпул под нашу отбивочку ты будешь танцевать на дуная музыка лида и самая а так скажи пожалуйста ну а дальнейшая то есть где-то на каких-то культовых местах для перми собираешься то есть ледовый городок у нас скоро построена я хочу съездить на коньках обязательно может и на лыжах и на лыжах на горные крестиком еще вышивать тем более регенерируется после дерева врезался на лыжах становился ты же недавно а фотки из инстаграма мне подсказывают давайте глянем наверное вот а вот есть да если что все давайте рассмотрим это тоже супергероиня на это это вирус а вокальная группа вирус это вот как раз наталья менщикова а меня снимала так это ты косплеишь это я бежал на забеге 25 этажей а что за медаль вы играл благотворительный забегу нет ну нормально так это это же аладоплата у нас есть видео с забега здрасте так размяюсь как полно пока все пока все как все в 95 время 4709 это что 40 мой стартовый а что вот это который на котором ты на лифте что ли проект нет оператор на лифте по лесенкам конечно как-то же это первый этаж я так понимаю на самом деле на тяжеловато было но все плево так это береги не устраивает до а кто с тобой рядом это тоже маленький участник бежал на 25 этажей сюда он какой-то приунывший так а это ты уже типа ты решил остудиться это же очень опасно для здоровья слушай а там же реально там же примену мерзнет наверное не там красный жачек выпал что надо сделать бабочку по любому это снежный ангел ангел ладно я думаю что можно переходить к блицу да есть чуть-чуть давай блондинки или брюнетки брюнетки доширак или шаурма доширак халки или железный человек железный человек почему умеет летать железо и железо с каким животным себя сыруешь лев почему я по знаку зодиака лев и мне больше они все слушаю ты в курсе что львы они же лежат два часов в сутки я исключение из этих львов да либо ли я не вижу любимый политик твой нет на самом деле политиков любимых ты мне интересует три вещи которые возьмешь с тобой на необитаемый остров спички нож и газетку хорошо книжка которая на тебя произвела за последний там за год большое впечатление ну наверно богатый папа бедный папа да есть такая книжка я тоже с нее пыль вытирала ну что ж дэдпул видео говорят мы сейчас все посмотрим и потом еще ждем от тебя танца это я переводил людей через пешеходный переход то есть бабушек детей была какая-то акция да решил устроить такую акцию что сейчас на дорогах очень опасно на самом деле хотя люди не собирались переходить надо перейти бабуль надо после каждого да ты радуешь перевел человека нормально а было такое что типа нет я не надо переводить пожалуйста отойдите от меня они чем не должен способ познакомиться но бывают такие случаи моментики а сами они знакомятся с тобой да бывает а даешь телефончик ну скажу сказал в директ пиши там ну чтож у нас всегда такая музыка да будет нам другую нельзя другая музыка говорят у нас будет если можно давай еще что-то покажи какой-то какие-то крутые вещи сейчас надеюсь будет уже подходящая какая-то музыка и так дайте нам в колоночку пожалуйста если можно калиночка малиночка вот это русский дэдпул ребята ноги до помню ковырялочка сейчас кюша должна выходить Все, посыпалась Кюша Ну что ж, спасибо большое Дэдпул Спасибо вам Спасибо, что пришел сегодня в нашу студию Надеюсь, что дальше ты будешь Расти в этом направлении Надеюсь, что когда-нибудь Ты покажешь свое истинное лицо А будет какой-нибудь другой супергерой дальше? У меня, кстати, в Новый год приедет ко мне друг И будет супер сюрприз У вас будет двое Последний вопрос Тебе не могут предъявить за использование Авторских прав? Не уточнял этот момент Тем более у тебя катаны А если предъявят? Будем защищаться Тогда придется создавать своего супергероя Ну что ж, ладно, спасибо огромное Я думаю, что еще увидимся В разных местах нашего города И если мы увидим тебя, то присоединимся Спасибо большое До новых встреч Ну а мы, друзья, уходим на рекламу После чего вернемся Новая жизнь для любимых вещей Ателье по ремонту чемоданов, сумок и обуви Леонова, 15 Звоните 22-666-22 Портал деловых новостей РБК Пермь Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц Всегда свежие новости Актуальная и оперативная информация Интуитивно понятный интерфейс Партнерский проект РБК Плюс РБК Пермь Помогаем принимать решения Коммерческий транспорт Форд Транзит От 1 миллиона 384 тысяч рублей В наличии в Альфа Гарант 2 700 345 Коктейль Молотова Теперь и ты в нашей ленте Загадайте себе идеальный отдых Место, где можно отдохнуть душой В кругу близких и родных Идеальный Новый год здесь Курорт Устькачка Портал деловых новостей РБК Пермь Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц Всегда свежие новости Актуальная и оперативная информация Интуитивно понятный интерфейс Партнерский проект РБК Плюс РБК Пермь Помогаем принимать решения Почти 7.40, дорогие друзья На часах С вами Коктейль Молотова Ксения Полякова Ринат Садинов Мы продолжаем вместе с вами листать ленту Сегодня понедельник Я думаю, что самое время уже просыпаться Потянуться и уже топать в душ Либо досмотреть нашу передачу И потом идти в душ Да, кстати, я хочу напомнить Что вы можете посмотреть нашу программу И на Ютубе И во Вконтакте Коктейль Молотова Это наш аккаунт Где только пожелаете Добавляйтесь к нам И следите за тем, что происходит в нашей студии Да, если у вас есть какие-то нам пожелания Или какие-то, может быть, ценные указания Можете писать нам в Директ В Инстаграме Мы все прочитаем и учтем Можете просто какие-то приветы на короняк передать Не факт, что мы их прочитаем Кстати, нет Можно прям за этим следить Возможно, да Возможно, передадим Не знаю, нам еще ни разу не писали какие-то приветы Но попытайтесь Попытайтесь Ну давай, переходим дальше К листанию ленты Я могу гифочки пока показать Если у тебя есть такое Нет, не хочешь? Да, ради бога Давай Принц Гарри решил съехать от старшего брата Вот такая новость А все, что ли? Поссорились? Все Теперь им сказали Так, двухэтажная кровать не выдерживает вас обоих Разъезжайтесь по соседним комнатам В общем, герцоги Герцогини Сасокские приняли решение в следующем году съехать из Кёсингсенского дворца и обосноваться в Виндзоре Ходят случаи, что Гарри больше не хочет жить рядом со старшим братом из-за напряженности в отношениях Ну скажи, что они в ипотеку в Виндзоре взяли Хоть как-то Вот если бы Представляешь, Виндзорский замок Там 10 спален, детская, спортивный зал и даже спа-комплекс Ну такая доступное жилье для молодой семьи Вот посмотри, пожалуйста Вот они попрощаются Как хрущевка почти Ну говорят, что принц Гарри с Уильям достаточно в хороших отношениях Слушай, а вот который первый, это кто? Вот с какой стороны? Который ближний, который лысоват Лысоват это Уильям Кстати, это второй в очереди на Британские престолы Скорее всего, он будет королем Да что, вряд ли, там королева еще будет 300 лет жить И дай здоровье королеве Слушай, а лысенький женат? Да, конечно У него уже трое детей И они вместе всегда жили, да, все равно? Нормально Ладно Ну давай гифочки какие-то покажу тогда Вот, пожалуйста, такси до юбилейного Можно Самое быстрое такси Да, шеф, дорогу покажешь? Да, давай Есть такая Когда батя пьяненький Начал спорить с котом Так Знаешь, пьяный кот горе в семье Вот Мы против бытовых драк на кухне Кстати, про кухни У меня есть отличное видео О том, как повар Я думал, ты скажешь, кстати, о кухнях Я продаю Развлекают посетителей ресторана пиццей-акробатикой Пицца-акробатикой? Да, пицца Вот, смотрим Вот, пока все ждут пиццу Повар выходит И вот так вот И вот так вот А боятся же люди туда? Да Я больше переживала, что потом Вот он эту пиццу Шлепок Что он упадет на пол А потом он туда положит Вот все, что нужно Упадет, он поднимет тебе И как ни в чем не бывало И подаст тебе на стол Но на самом деле Заканчивается все совершенно по-другому Смотри, вот так И этот кусок теста не используется в пицце Слушай, так это у него не получилось Что-то в конце просто Может, должно было быть как-то наоборот А он типа А так и должно было быть А так и должно было Это самый класс, кстати, важный Что, у меня есть еще новость о том Как мужчина набил татуировку с лиц Ой, про татуировку набил? Да, про татуировку Показывать не будешь? Ну расскажи просто Просто расскажи А потом я покажу видео татуировок Слушай, британец Райнер Поттер Сделал татуировку с портретом ведущего ток-шоу Джереми Кайло на своей ягодице Я просто подумала Ты представь, что фанат Если, ну, такой имеется коктейль Молотова Сделает одну на ягодице Меня, а Жаворонкова на второй Нет, давай так Одну, смотри Одну тебя на ягодице на левой На правой меня А Жаворонкова посиди Ладно Нет, вот ты понимаешь Вот если бы это было из-за любви к ведущему А то это наоборот А, наоборот Наоборот Из-за отношения, что Вот место тебе только на моей ягодице Понимаешь? И вот даже вот написано Я думаю, что это публичное унижение Но я люблю искусство И мне нравится идея того, что искусство Запечатлено на моей коже А теперь давай посмотрим искусство Вот, пожалуйста Ну, разве это не искусство? Это, ну, сосочек Тигр-сосочек Тигросос Очень непохож на тигра Ну, а на кого? На волк А, это волк Это волк Волкосос Волкосос Давай дальше Здесь много есть Вот, ну, здесь, в принципе, ничего такого Здесь, ну, какой-то Просто, видимо, ребенок рисовал И что-то перевелось Уснул Что-то пошло не так Дальше есть, вот, это, видимо, чья-то мама Жена Жена, да Может быть, жена Жена, чтобы не забыть Я не понимаю А, это на спине, да? На спине Ну, красиво же, красиво Дальше есть Ну, вот это, я не знаю Многие видели, наверное, да? Это Понятно Лицо Это тоже лицо, если можешь так назвать Ты не смотришь, да, уже? Я, да Ну, нормально Лицо Это как у айфона Видишь, рамочка здесь такая Видимо Это любитель пиццы Пиццы тоже с колбасой и соском Это чтоб не забыть, да? Это тоже Вот это я не понял, зачем, да? Это же, типа, лицо Это как Волан-де-Морт, как будто бы, знаешь Как в первой части, да Ну, и давай быстренько пролистаю Пикачу не тот уже О, вот Отличное же фото Это когда-то разозлило Тату-мастера Ты что загрустила? Я просто Тоже татуировка какая-то Ты жалеешь какой-то Хорошо Ну К новостям, может, уйдем? Да, к новостям К пермским? Или нет? Нет У меня А к серьезным, да? К серьезным Насчет серьезных Не знаю У меня на самом деле есть Вот Я не знаю, как к этой новости отнестись Хочу тебя спросить Пользователь сети умилил поступок Американской шестиклассницы Которая оставила записку для мужчины В чью машину врезался автобус Пост владельца автомобиля Эндрю Сиповича доступен в Твиттер Вот Посты Мужчина подошел к своему красному Форд Мустанг И увидел глубокую вмятину На переднем крыле На лобовом стекле лежала большая записка Написанная шестиклассница Которая стала свидетелем произошедшего По словам девочки В Мустанг врезался школьный автобус Женщина-водитель пыталась сдать назад Во время парковки Однако зацепила припаркованный автомобиль После ДТП она сразу же удалилась Мужчина поблагодарил вот эту вот девчонку Сказал, что она сэкономила ему множество денег Потому что там он обратился к страховой компании Ну вот как ты вот относишься? До положительных нельзя В смысле ты сделал аварию и свалил куда-то Так нельзя делать Да, потому что однажды у меня так было Ну в смысле не я уехал А мне в машину тут То есть то, что девочка сдала тетеньку Которая привезла ее в школу Это нормально Это правильно, да Потому что так нельзя делать И Павлик Морозов живой Ну как-то так А ты думаешь, что она мать свою сдала? Ну думаю, что нет Ну как-то очень похоже Ладно Ну что еще? Что-то не охота мне серьезной новости на самом деле Давай, знаешь, про ГИБДД ГИБДД Водитель КамАЗа случайно закопал полицейскую машину в песке Вот есть видео Суть в том, что водители КамАЗа остановили сотрудники ГИБДД Что-то ему предъявили Он что-то пошел в машину, видимо, с документами Или расстроен и случайно Как он говорит случайно Но мы-то понимаем, что это, скорее всего, не случайно Нажал вот на кнопочку заветную И, скорее всего, его отпустили, наверное Скорее всего Сотрудники ГИБДД, они же не обидчивые Они добрые люди А они добрые? Да, конечно, они добрые Сказали, ладно, у тебя и так проблема будет Езжай, наверное У меня есть новость про Трампа еще одна Расскажу? Про грибок? Нет, на этот раз про дочь Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфельке Дочери президента США Дональда Трампа Тиффани и Иванку Сфотографировали во время посадки в самолет На авиабазе Эндрюс в Мэриленде По данным изданиям Сестры направлялись во Флориду Чтобы отпраздновать День Благодарения с семьей Вот, и вот, вот, видишь Сейчас покажите поближе Вот, вот она шагает И вот журналисты Пронырливые папарацци А делать-то нечем, да, люди? Знаешь, а может быть, она хочет Вот один раз в них выйти, а потом обратно отдать в магазин Ну что, можно и ценник оторвать Второй раз Можно и без ценника же сдать Ну, наверное, там есть какие-то проблемы, да? Я все время так делаю Я стою в толстовке Вот этой толстовки завтра уже не будет Она будет в магазине Ну и последняя новость Плавно перейдем потом к Пермске Потому что сейчас новость прям про Пермяка Приставы вычислить должника По хвостливому фото в соцсетях Судебным приставам Пермского края Удалось вычислить неплательщика По фотографии в соцсети Об этом сообщается на сайте Краевого управления Федеральной службы В общем, чувак, задолжавший 300 тысяч На содержание несовершеннолетнего ребенка Скрывался от приставов И не проживал по месту постоянной регистрации Но потом выложил Типа, вот у меня коттедж Или там где-то выложил и все У него, видимо, пристав написало Там, а это правда твое? Знаешь, какая-то девушка А это правда твое? Ой, я хочу с тобой познакомиться Он сказал, да, я думаю, я приезжаю Все, и приставы приехали Приехали Здравствуйте, все Вот так вот, как говорится Персональную информацию берегите Не выкладывайте все Это где-то говорится А это вот Народная поговорка, да? Хорошо, друзья, мы переходим К пермским новостям Как говорится, к пермским новостям Перейдешь, много счастья возьмешь Что вот такие поговорки у тебя? По факту суицида подростков в Березняках Возбуждено уголовное дело Статья о доведении до самоубийства Мусор под контролем Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов Для жителей не изменится Обещание прозвучало в стенах Заксобрания Повышение эффективности кампании в виде игры Новые форматы управления предприятием Применили в рамках МЭФ-2018 Новости при Камье Продолжает эфир РБК Я Антон Шибанов Здравствуйте Уголовное дело по статье О доведении до самоубийства Возбудили по факту суицида 12-летней школьницы в Березняках Как подтвердили РБК Перем В краевой прокуратуре Сейчас проводятся проверки По факту смерти подростка Изучается ситуация во всех ведомствах Связанных с образованием и опекой Возможные причины трагедии В следственном комитете пока не комментируют Известно лишь, что мать подростка Умерла два года назад А отец пребывает в местах лишения свободы Девочка находилась под опекой родственницы Тело школьницы обнаружили 21 ноября в квартире Источник близкий к следствию Сообщил, что девочка оставила предсмертную записку Со словами Не хочу, чтобы было больно Отсутствие конкурентов Может ухудшить качество работы Регионального оператора Твердых коммунальных отходов Такое мнение выдвинули члены рабочей группы На заседании по реформированию ЖК Пермского края Все подробности у Татьяны Александровой В рамках обсуждения перехода на новую систему работы С твердыми коммунальными отходами Звучало много вопросов Обсуждали тему кассовых разрывов Низкую собираемость платы за мусор Отсутствие контейнерных площадок Их субсидирование с краевого бюджета И качество работ самого регионального оператора Мы отслеживаем перемещение всего транспорта Отклонение от маршрута Является основанием не оплачивать полностью этот маршрут То есть если машина отклонилась от маршрута Или не доехала до полигона И только после того, как эта машина приехала на полигон И у нас есть соответствующие данные от полигона Что эта машина туда зашла После этого будет оплачиваться Соглашение с региональным оператором заключается сроком на 10 лет Согласно этому документу Исполнитель обязуется обеспечить сбор, транспортировку, обработку Утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов На территории Пермского края По словам заместителя председателя правительства Повышение тарифов, как в соседних регионах, ждать не стоит У нас этого не будет И повышение тарифов в пределах от 300 до 500 процентов Как это действительно было видно Такого у нас тоже не предполагается Если посчитать сам тариф 3 миллиарда 800 миллионов рублей с НДС На то, что уже непосредственно было платить Это означает, что 3800 рублей это стоим Одна из целей программы Вовлечение твердых коммунальных отходов В хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья Среди задач сокращения объемов захоронения отходов Так, к концу 2028 года Эта доля не должна превышать 87 процентов А возникающие несанкционированные свалки Ликвидироваться в полном объеме Колебания спроса и цен Ограниченность коммуникации И ряд иных факторов В таких условиях участники деловой игры Японский завод в Китае Должны были проводить экспортно-импортные операции Чтобы повысить эффективность предприятия Деловая игра по управлению корпоративной культурой Прошла в рамках межрегионального экспортного форума В Перми генеральным партнером которого Выступила компания Оралхим Японский завод в Китае Участники деловой игры решают реальные кейсы Условно действуют две команды Завод с рабочими и топ-менеджментом И предприниматели Само взаимодействие происходит на территории трех государств Япония это высокотехнологичные системы Китай это возможность дешевой сборки И, скажем, быстрой интеграции производства А США это эмиссия денег То есть там все деньги идут из США И, соответственно, задача игроков Запустить как можно большее количество денег Вот в эти экспортные и импортные отношения Как можно больше объем создать внутренней экономики Среди участников представители различных по масштабу Компании Прикамия В том числе и тех, для кого экспортные отношения Повседневная деятельность Например, менеджеры отделов Березняковского азота Вошли в привычный для себя руководящий состав Но, несмотря на и без того богатый опыт Даже им игра показалась весьма полезной Скорости Здесь дается очень маленькое время То есть если у меня на работе большой полноценный день То есть 8 часов Здесь дается на день 3 минуты И за 3 минуты успеть переговоры провести Сделать детали Вот здесь вот скорость И при этом ты начинаешь быстрее соображать И быстрее начинаешь действовать Но игра остается игрой Отмечают организаторы В первую очередь Она полезна тем, что даже самые опытные Руководители могут принять здесь более рискованные Чем в реальной жизни решения А вы знаете, в этой игре скорее всего Проявляется результат тех действий Которые ты делаешь И при этом на производстве Он как-то реально ощутим А в игре Понимаешь, что ты в игре Эта деловая игра Еще одна возможность Для представителей прикамского бизнеса Повысить навыки введения дел за рубежом Событие прошло в рамках Межрегионального экспортного форума в Перми В нем приняли участие более трех тысяч человек Ведущие российские Международные эксперты Представители государства Бизнеса И институтов развития Обсудили новые форматы И актуальные вопросы Развития российского экспорта В том числе Механизмы достижения регионами Целевых показателей Которые были обозначены Указом президента России О национальных целях И стратегических задачах Развития Российской Федерации На период до 2024 года Пока это все Больше новостей на нашем сайте Всегда в доступе телефон редакции И, разумеется, наша электронная почта До встречи Всем привет, друзья Понедельник Если вы вдруг только включились Сегодня у нас понедельник 26 ноября Буквально через несколько дней Уже наступит официальная зима Можно будет Слушай, а я катался на Динамо Тут у нас сегодня как Катя на Бублике Да уже говорят, что катаются на лыжах вовсю Да Там и просто катаются И просто катаются Да, на попе вообще Слушай, у меня есть видео Как один известный музыкант Американский рэпер 50 Cent Отметил День Благодарения Покажите, пожалуйста А что? Ну вот он Переводи, что он говорит Типа я достаю Из широких штанин Ну или карто, безусловно Из холодильника, посмотри Вот, говорит, что Не буду я сегодня Не звоните мне Я собираюсь съесть вот это вот А я сегодня А я свой день рождения не буду отмечать Да, я не буду отмечать Я съем этот плавленый сырок Вот Достаёт Говорит, не звоните мне Я собираюсь вот это съесть А на десерт у меня будет вот такая тарелочка Сейчас покажите следующую тарелочку Вот Ужин музыканты оценили более 18 тысяч пользователей Также пост собрал более тысячи комментариев Которым юзеры пожелали присоединиться к праздничному ужину Написали Счастливого дня, благодарения, наслаждайся своим сэндвичем Но быстренький вопрос Можно мне кусочек твоего пирога, когда разрежешь его? Выглядит очень даже Это ты написала? Это не я написала Скифти, можно мне кусочек твоего пирога? Я Ксюша Полякова Ну нашлись те, кто пожалели Вы сказали, бедняжечка Вот что происходит с теми, кто не умеет общаться с девушками У кого 9 пулевых было Вот с теми всё исходит Слушай, на самом деле У меня есть ещё видео, когда человек не одинок Давай, давай Покажите, пожалуйста, как вот Скорее всего, они приняли его за своего Какого-то не такого Просто недолизанного Типа, сейчас мы всё сделаем Сейчас мы сделаем на тебя собаку На 50 цента так же мы накинули его поклонники Сказали, кто маленький, кто бедненький Давай мы тебя быстро обнимем, покормим Слушай, ну он же прям максимально Он хотел уйти, но понял, это бесполезно Они меня залижут Да Так, давай у меня дальше есть гифочки Которые я просто обязан показать Вернее, даже одна, наверное Вот К слову о том, что Всё, сейчас Вот, можешь смотреть Да Ай Ай Он так и задуманно, на самом деле Так и задуманно Мне очень, очень обидно Так О, это прикольно Это прикольно Здесь суть, то что Ну, он даёт ему покушать Но всё Упало в дырку в итоге Всё мимо опять Бедный кот Ты что, издеваешься, блин? Ты нормальный вообще? Это что такое? Ну ладно, давай И последний, наверное, сегодня От меня, по крайней мере Это физика Это физика Электр, у нас между нами Прошёл ток Да Класс А же брат так может быть? Ну слушай, давай как-нибудь Попробуем Давай, давай Разотрёмся Давай попробуем У меня ещё есть видео про кота Который пытался тоже поесть Позавтракать Это как раз Ну-ка А, да Это рыба вмерзла в рот А он перед ней станцевал Максимально усердно Максимально усердно А это вот, знаешь, как говорил Геннадий Петрович Малахов Что завтрак нужно заработать Да, поэтому я веду передачу Итак, друзья С вами был Коктейль Молотова Прекрасно Прекрасно Ксения Полякова Увидимся каждый будний день С 7 до 8 Завтра И не забывайте, что вы можете Смотреть нас на канале Ютуб Ютуб, Вконтакте, везде Пишите в директ Удачи и счастливо Хорошего дня Пока Субтитры сделал DimaTorzok